Добрый день, дорогие друзья! Грибнабанда Калининграда приветствует вас на своем канале. Середина февраля, зимы у нас как таковой так и не было. Хотели вас порадовать зимней рыбалкой, не получилось. Что же? Не получилось. Так не получилось. Значит, начинаем свои выезды в лес. Сегодня у нас необычный выезд. Перед лесом мы решили посетить несколько достопримечательностей нашей области. Сейчас мы находимся в юго-восточной части области, в поселке Железнодорожный. Раньше он назывался городом Гердаун. И сейчас вот те ворота, которые видите впереди, это нейтральная зона с республикой Польша. Будем говорить так. Итак, мы начинаем. Рассаживайтесь поудобнее. Смотрите нас до конца. Первое документальное подтверждение существования местечка Гердаун в документах относится к 1248 году. Вы представляете, сколько лет этому городу? Согласитесь, этакий средневековый городишко 15-16 век. На самом деле, во время Первой мировой войны город был фактически весь разрушен. Вторую мировую войну он прошел фактически без разрушений. Он не подвергался никакой ни бомбежке, ни артобстрелу. И основная часть застройки приходится на начало 20 века. Городишко действительно интересный. Если вы тут не были, советую посетить, советую посмотреть его, походить, посмотреть старые дома, знаменитые файферки, файферовская подстройка. Вы представляете, где-то по этим улочкам в свое время ходил один из знаменитых бургомистров города Кёнигсберга, господин Гиппель. Гиппель настолько знаменитый, что через Гиппельа у младшего он был знаком с Амадеем Гофманом. И так вот этот Гиппель был настолько своеобразным человеком, что он послужил прообразом мастера-создателя знаменитого щелкунчика. Сам замок Гердаун был построен в 1315 году. Но, к сожалению, до нашего времени он почти не дожил. Осталась только входная группа и ограждение замка. Вот этой вот лестнице к замку как минимум 600 лет. Представляете? Стесанного булыжника. И знаменитый мельничный пруд. Кстати, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, будет ли вам интересно время от времени посещать вместе с нами исторические места. Будем благодарны. Мельничный дом, который тоже имеет свою легенду. Говорят, династия мельников, которая отвечала за поставку муки, в шести поколениях было горбунами. Последний мельник, кстати, умер в 60-х годах. Его не депортировали. Он был немец. Его не депортировали. Он отвечал за производство муки. В 90-х годах мельничный дом был сдан в аренду с обременением реставрации. Был сдан какому-то мужчине из Сибири. Еще раз повторюсь, это легенда. Так вот, у него родился сын, который через год тоже стал горбуном. Насколько это правда, не знаю. Ребята, вот мы добрались, наконец-то, до леса. И смотрите, вот вход. Буквально, ну, тут 10 метров. И вот она, первая. Первая фламулинка, кучка. Смотрите, какая красавица. Смотрите, какая она красивая. Кому-то сегодня будет вкусно, кто-то сегодня будет делать жареночку. Смотрите, какая она четкая. Какая она здоровская. Это же, ну, обалдеть. Кому-то сегодня будет вкусно. Смотрите, какая молоденькая, красивая фламулинка. Фламулинка. Ребятки, самая настоящая фламулина. Вы знаете, насколько она сладенькая, когда ее пожаришь. Да с лучком. Ее самое главное, ее можно даже не отваривать. Хотя сейчас по новым сведениям говорят, что содержат какие-то легко разлагающиеся токсины при минимальной термической обработке. В советские времена ее можно было бы кушать без термической обработки. Но много чего поменялось в этом мире. Так же, как сейчас говорят, свинухи нельзя брать, якобы портят кровяные тельца и тому подобное. Середина февраля, но лес. Лес не спит, природа просыпается. Вот смотри, свежие. Смотрите, какие свежие выдолбы. Это тут большой черный дятел. Похозяйничал и лежал на. Вот такие штучки, вот такие амбразуры он вырубает. Самое главное, он вот так вот выклевывает, выдолбливает. А потом продольные вот эти выдергивает. Представляете, насколько сильный. Вот такие дупла рубит. Четко весна вступает в свои права, это радует. Ребята, вот такая молоденькая. Смотрите, какая она четенькая. Какая четкая фламулиночка. Она вот идет вот. Самая-самая. Грибной сезон набирает обороты. Это же здорово. Вот, смотрите, какая молоденькая. Молоденькая, классная фламулинка. Вот она какая растет. Тут уже подзамерзшая есть. Но вот это вот четенькая. Вот она молоденькая. Здоровская. Значит, сегодня мы наберем полные лукошки. Лес радует, просыпается. Вот видите, какими она кучками. Ребята, напоминаем. Мы почти на польской границе. Обратите внимание, вот эти вот. Вот такую фламулинку. Вот такую. С розовыми ножками. Можно брать вместе с ножками. Большую фламулину. Большие кусочки. У тех, у которых черная ножка, их не берут. Берут только шляпки. В общем-то, гриб очень вкусный. Настоятельно рекомендуем. Вы представляете, середина февраля. А мы сегодня будем кушать жареную фламулинку. Это же с лучком. Да, на сливочном масле. Это настолько вкусно. Вы не представляете. Вот любит она осинник. Айлесинник любит березу. Похуже, конечно. Вот такие. Смотрите, какими. Смотрите, какими она кучами. Ух, восторг. Вот такая здоровская. Смотрите. Смотрите ее. Сейчас мы ее расшифруем. Обалдеть, обалдеть. Смотрите. Это же. Смотрите ее сколько. Обалдеть. Кому-то сегодня будет вкусненько. Смотрите, радует. Природа просыпается. Это же здорово, ребят. Весна на носу. Когда ее жаришь, она получается сливочно-сладкого вкуса. Это здорово. Нормально все. Грибы собираем. Все у нас хорошо. Извините, отвлекся. Вот такая она здоровская. Смотрите, какая она четкая. Это же вот она. Природа просыпается. Петь хочется. Скоро мы с вами по пешеходам, ребят. А смотрите. Смотрите, сколько ее вон там спряталось. Смотрите. Оба. Вот она. Вот она какая. Смотрите. Смотрите. Это же здорово, ребят. Зимний сбор грибов. Середина февраля. Фантастические грибы. Гердаун рулит, господа. Вон ее сколько под корой прячется. Вы смотрите. Вот она. Вот. Залазишь. Вот она. Вот она молоденькая. Вот уже старая. Скукоженная. Вот. С другой стороны дерево. Вот она. Ну, это уже такая уставшая. Вот молоденькая лезет. Обалдеть. Вот это нам повезло. Ребята, вот и прошел очередной день с бандой. Всем спасибо за то, что посмотрели нас. Спасибо, что наблюдаете за нами. Весна. Вступают в свои права. Это очень здорово, ребят. День прошел на ура. Солнышко. Уже видите. Вот оно. Идет уже на закат. Травка начинает лезть. Это здорово, ребят. Всем спасибо большое. Кстати, забыл сказать. Проверили черемшу. Хоть и есть молодая подрастная трава, черемши еще нет. Жалко. Жалко, думаю, еще недельку, полторы надо подождать. Всем спасибо.